всем привет народ в этом видео я собрал отличные бесплатные инструменты для того чтобы помогать создавать насыщенный детализированный промпт чтобы получались красивые картинки давайте сразу начнем с примера это сайт промтомания заходим на него нажимаем try prompt builder здесь выбираем нейросеть в которой мы работаем я буду выбирать стебел дифьюжен открывается вот такая вот страница вот здесь вот посерединке мы вбиваем наш промпт я пишу код в солнечных очках дальше опускаемся чуть-чуть вниз и здесь можно добавить детали нажимаем на эту строчку появляются вот такие категории art medium это средство арта в которых может быть как бы нарисована картинка давайте выберем просто пэйнт и здесь среди открывшихся вариантов выберем oil paint масляная картина нажимаем и здесь вот вверху появляется через запятую наш тег который мы выбрали потом мы эту строчку будем копировать давайте посмотрим что здесь есть еще камера здесь достаточно большой выбор с примерами но давайте возьмем например fisheye lens закрываем камеру еще раз нужно нажать вот на эту категорию дальше выберем например освещение это находится здесь light и нажимаем выберем rim lighting я думаю для примера пока достаточно вот такие вот теги у нас добавились здесь смысл в том что вам не нужно что-то сидеть выдумывать придумывать а просто выбирать из того что здесь есть по категориям это очень удобно просто расслабившись вы выбираете то что здесь есть в списках теперь просто копируем промпт и давайте посмотрим что получится у меня здесь модель realistic vision нажимаем generate и пожалуйста вот такие вот результаты можно выкладывать в инстаграм следующий онлайн инструмент находится на сайте join prompt эта штука совсем для ленивых людей то есть вам тут даже не нужно придумывать какую-то начальную фразу просто заходите выбираете из категории что угодно персона сценка животное романтическая картинка аниме давайте просто нажмем still life и вот здесь вот вверху появится вот такой промпт описание вида из окна просто копируем просто вставляем в наш промпт смотрим что из этого получится это самый ленивый вариант вообще просто тыкайте на категорию получаете результат смотрите что у нас здесь получилось просто восхитительно великолепно такое даже подойдет на какой-нибудь wallpaper обалденные результаты притом мне даже не пришлось придумывать промпт я просто тыкнул на какую-то категорию я даже сейчас сам не ожидал меня эти картинки нравится давайте дальше вот такая вот простенькая страничка на хаггинг фейс ну подойдет если например что-то другое вышло из строя что другое в онлайне не работает у меня здесь написано blue ice cream мы нажимаем submit и через какое-то время появляется вот такие вот сгенерированные варианты некоторые простые некоторые более детализированные как например вот этот давайте скопируем посмотрим что он дает но убрав вот этот а r7 двоеточие 10 я не знаю что это такое за соотношение очень странно выглядит вот такие вот варианты опять же без особых усилий аппетитное мороженое на классные сгенерированные картинки опять же можно выставлять в инсту следующий инструмент тоже страничка на хаггинг фейс называется интерактивная демо сопоставление моделей которые распознают картинки берем например вот такую картинку вставляем сюда нажимаем submit это подойдет для тех у кого например есть какие-то картинки но например они плохо знают английский и хотят быстро получить prompt сгенерированные на основе этой картинки как видим здесь справа появились разные варианты от разных моделей есть опять же вот такие вот простенькие есть чуть-чуть более детализированы женщина в желтой шляпе в желтой одежде позирует для фото отличный prompt без знания английского ну так вот следующая штука называется majorney prompt helper хоть здесь и написано majorney но в принципе мы можем использовать и и для stable diffusion единственное только нужно будет заменить вот эти вот двойные двоеточие ну или можно поэкспериментировать даже с ними что-то писать давайте напишем например squirrel белка ворует пирожные или что там тортик маленький давайте посмотрим что здесь можно сделать это тоже очень мощная утилита по примеру того что было здесь в промтомании отличается тем что здесь более качественная категория смотрите как это выглядит здесь очень хорошо подобраны вот такие вот превьюшечки то есть создатели здесь внимательно к этому подошли и вставили хорошие картинки для примера помимо всего прочего здесь их очень очень много это все здорово это все бесплатно давайте возьмем здесь фотореалистик потому что модель у меня подразумевает реализм нажимаем фотореалистик здесь можно увеличить вес от минуса до 5 поставим на единицу нажимаем continue и выбираем дальше освещение возьмем вот этот вариант главы посмотрим что получится из этого дальше камера возьмем dslr continue здесь можно выбрать стиль какого-нибудь художника хорошо давайте попробуем ну что-нибудь ближе к реализму рембрандта например да потому что модель у нас там реалистично так и что у нас здесь получается вот такая вот строчка нажимаем копировать prompt я вставляю сюда же в стейбл diffusion убираю и мэджин вместо двоеточие просто поставлю запятые крем бранту я наверное думаю нужно дописать style так будет правильно нажимаем generate смотрим что у нас здесь получится ух ты смотрите 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 какие штуки у нас здесь вырисовываются из переконтраст небольшой так 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 но это наверное из-за рембрандта все-таки из-за того что моделька у нас реалистично если взять другую модель там будет чуть помягче ну вот как-то так в принципе прикольно вот еще что получается на другой модели выглядит здорово все это благодаря улучшению промпта еще один ресурс это чат g5 я его показал в прошлом видео там надо зарегистрироваться просто просите бота составить вам prompt насытить его деталями и этот бот очень неплохо сделает такой насыщенный prompt дальше два расширения для автоматика четыре единицы называются они prompt-генератор и prompt-ген в prompt-ген больше настроек но и соответственно больше можно запутаться поэтому можно из них просто выбрать prompt-ген при наведении на название вот этих вот шкал здесь есть небольшие такие подсказки что они означают вот это например это количество промптов которые надо генерировать давайте последний надеюсь здесь нужно написать начальную фразу например тесте креме кейк вкусный кремовый тортик здесь есть два варианта генерации с использованием различных алгоритмов фред джанк и magic про давайте попробуем через magic prompt и вот такие вот 10 вариантов у нас получается здесь можно контролировать некоторые настройки например вот этот топ кей это контрастные ключевики то есть чем их больше тем больше они будут на себя забирать внимание в промпте вот этот параметр и лучше стать чуть чуть поменьше для того чтобы ничего не деформировалась в вашей картинке параметр repetition penalty следит за тем чтобы больше разнообразия было в генерируемых промптах ну что ж давайте возьмем один из них например вот этот самый длинный номер 7 копируем смотрим что у нас здесь получится смотрите какие аппетитные картинки сгенерированная рсеть надо кстати будет экспериментировать закинуть в инстаграм насколько это будет привлекать различных любителей еды да ну и возьмем ту же стартовую фразу скопируем ее в промпт ген посмотрим на результаты здесь здесь немножечко структуры отличается посмотрите все результаты выводятся вот здесь вот в правой колонке и посмотрите здесь промпта получается чуть длиннее но вот этот промпт он немножечко испортился посмотрите здесь повторяющиеся такие вот фразочки я вижу их очень много давайте опустимся вниз здесь вот есть еще такие интересные варианты и самое главное тут прям вот кнопочки тексту имидж и мечту имидж давайте нажмем на последний тексту имидж коп эта штука сюда видите автоматически скопировалась нам остается нажать только generate и посмотреть какие результаты даст этот промпт вот смотрите какие изысканности у нас здесь ухты ну интересный вариант я наверно все-таки закину это в инстаграм посмотрю как отреагирует любители еды вот так вот друзья значит я наверно скинул ссылки на вот эти онлайн сервисы про которые здесь шла речь и вот насчет промпт ген чтобы здесь ничего не повторялось смотрите здесь тоже есть repetition penalty выкручиваете ее вот например до 3 потому что если выкрутить больше поставить на 4 то выдаст ошибку вот но на 3 работает нормально и старается не повторяться вот я смотрю вижу здесь особо повторяющихся фраз нету ладно ребят благодарю всех стоит лайк и подписывайся до новых видео всем удачи всем пока этого